Павел Николаевич, скажите, от вашего имени вы популярный человек, от вашего имени открывают, было в 2018 году много аккаунтов открыто, чтобы поддержать вас, но вот сегодня возникает ситуация, когда открывают аккаунты и начинают от вашего имени распространять информацию, либо порочащую какие-то ваши отношения с КПРФ, либо еще что-то. Как вы можете прокомментировать ситуацию? Опять ситуация какая-то возникла, похожая. Нет, ну давайте с самого начала. Я достаточно занятый человек и своих аккаунтов не веду никаких, ничего не пишу в интернете. Тем более, что для этого и повода-то нет. У совхоза есть свой аккаунт, потом благодаря интернет-ресурсам КПРФ и вашей достаточно успешной передачей все, что нужно мне донести до людей, я доношу. Ну, отвечаю всем нашим друзьям, так называемым интернет-партизанам, блогерам, которые поддерживают КПРФ, меня лично, ну и в общем-то всю историю с совхозом связаны. Поэтому я никогда не писал ничего такого. Единственное, что иногда я, ну скажем так, комментирую некоторые вещи, которые касаются совхоза имени Ленин. И для меня было, конечно, большим удивлением сначала, а потом, в принципе, я понял, почему это происходит. Увидеть, что есть какой-то Грундинин онлайн, значит, и какие-то еще аккаунты, которые открываются, которые, в общем, принцип такой, знаете, как в свое время Третий Рейх, Геббельс использовал такие, скажем так, фейковые, тогда это было радиостанции, которые на 40% говорили правду, на 60% неправду, в общем, носили всякую дезинформацию, провокаторы такие. К сожалению, власть тоже стала пользоваться этим, и, судя по всему, это в связи с предстоящим выбором в Госдуму. Ты, когда вчера, по-моему, я обнаружил так, вдруг активность какую-то проявил какой-то Грундинин онлайн, так называемый, хотя это никакой не Грундинин, я хотя там фотография моя, и даже написано, что это кандидат в президенты 24-го года. Прямо так написано. Ну, и я стал жаловаться, писать, что, слушайте, уберите это все, потому что, во-первых, если мне нужно что-то сказать людям, я сам скажу. И мне для этого помощь никакая не нужна. Во-вторых, конечно, КПРФ определится в 24-м году, кто у них там будет кандидатом, и у них огромное количество молодежи, которые действительно, скажем так, талантливы, патриотичны, и у них там все это демократичным способом. Это тебе не Единая Россия, которая точно знает, кого она будет поддерживать. Коммунисты, скажем так, это все проходит на съезде, и это непредсказуемо до последнего дня. Но то, что я вижу сейчас, то, что за полтора месяца, два или три уже, скажем так, интернет-ресурсы открываются, это будущая провокация, но она уже сейчас провокация, потому что без меня можно начать комментировать что-то или распространять мои фотографии, какие-то мои мысли, которые когда-то я высказывал, но сейчас-то, скажем так, новая совершенно ситуация. Поэтому я думаю, что в преддверии вот этой вот политической борьбы мы еще не раз увидим, а не два, что наши оппоненты используют разные грязные методы для того, чтобы либо опорочить, либо ввести в заблуждение людей. Делается это намеренно. За 12 часов, вот этих вот, с момента открытия этого аккаунта, там уже порядка 40 всяких, ну, скажем так, публикаций. Все они касаются 2018 года, то идет такая планомерная, как это, накачка ресурса, чтобы к себе привлечь внимание. Ну, в понедельник мы займемся тем, что будем, ну, скажем так, в Инстаграм выходить с предложением закрыть это все. Вот. Ну, борьба, судя по всему, будет грязной. Все же рассчитывают на честные выборы. Ну, а, как правило, честные люди рассчитывают на честную избирательную кампанию. А люди, которые заранее готовы к фальсификациям, к обману, они начинают работать. У них огромные деньги, у них административный ресурс, у них возможность через правительные органы влиять на процессы, причем наказывать невиновных и награждать непричастных, это мы знаем прекрасно. Поэтому, это борьба. К сожалению, это так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...